Друзья, всем витание! Вы на YouTube-канале «Фабрика новын», мое имя Катерина Фадутенко, и мы есть сегодня Американский политичный дияч, депутат окружного собрания округа РУК, штат Висконсин, Юрий Рашкин. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Большое спасибо за приглашение и славу Украине! Героям слава! Спасибо огромное за то, что нашли возможность поделиться с нами вашими мыслями, которые сейчас будем узнавать, собственно говоря, и начнем, конечно же, с сегодняшнего такого неожиданного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Сейчас он по пути. Ему уже, значит, в Твиттере пожелал хорошего полета президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, говорит, что ждет и есть много тем для обсуждения. Давайте начнем с такого общего вопроса, чего вы ждете от этого визита и, как вы думаете, чего нам ждать от визита президента Украины в Америку? Знаете, есть вещи, которые я надеюсь, есть вещи, которых я опасаюсь. И, наверное, в визите президента Зеленского тоже две стороны монеты. Потому что я надеюсь и уверен, и ожидаю, то, что президент будет принят как герой, как представитель великой страны и будут стоять и аплодировать долго, и будут слезы на глазах, и будут прекрасные моменты. И я уверен, президент выразит свою благодарность американскому народу, президенту Байдену, всем членам Конгресса, как полагается, по протоколу. Тут ничего я не ожидаю. Я слегка нервничаю, что президент Зеленский будет стыдить, стыдить американцев, стыдить всех слушающих за то, что они делают недостаточно, чтобы помочь Украине. И нужно просто найти какой-то способ донести, я не знаю, у президента, я уверен, на него работают капитетные люди, которые могут выразить, помочь ему выразить желание, требование, нужду Украины в более большом количестве оружия, при этом не стыдя американцев. Это просто не тот способ, мне кажется, как... Я преподаю ораторское искусство, и когда я вижу, что людям становится неудобно, они хотят уйти в сторону, они не хотят сказать, тогда дайте, я сделаю еще больше. Это люди, которые говорят, эх, вы знаете, вы правы, я старался, но вы правы, я не смог. Да, это не тот, просто не та эмоция, с которой нужно работать, потому что эмоция, наоборот, гордости, и то, что, понимаете, Украина ведь побеждает, и все хотят быть с победителем, поэтому мы не просто еще тут, понимаете, тут есть масса разных причин, почему мы поддерживаем Украину, но еще приятно поддерживать побеждающую сторону. И в данной ситуации, наоборот, понимаете, если вы как предприниматель появляетесь перед вашими вкладчиками и говорите, у нас шикарно идут дела, мы сейчас продали наших, там, не знаю, чего угодно на массу экземпляров, долларов, у нас наше будущее выглядит еще более прекрасно, мы рынок захватим с нашим продуктом, кто не хочет вложиться в такое дело. Так что это как бы мой совет в смысле delivery, как это, ну, рассказать американцам, если бы я выступал перед Конгрессом. Но я очень рад, что президент Зеленский будет иметь эту возможность, что это происходит, это так важно, это невероятно важно, то, что президент Украины, неважно, как его или ее зовут, но президент Украины сейчас в этот важный момент выступит перед американским народом. Да, американский народ сейчас, ну, как бы влюблен в Зеленского, потому что он как бы выражает, опять, мы смотрим на лидера как представителя народа, поэтому мы сейчас обожаем и любим Украину, потому что мы поддерживаем ее на эмоциональном, моральном, духовном уровне на 110%, и президент будет как бы выражением нашей любви к украинскому народу и уважение к нему сейчас в этот трудный момент. Это замечательно, но надо просто понимать, в какой момент что происходит в Соединенных Штатах в то время, как он сейчас к нам приехал, потому что у нас не только как бы Рождество и праздники, и вот такой еще один такой сюрприз под Крисмос, под Рождество, смотрите, Зеленский приехал из Украины, вау, это мощно, это круто, все, я уверен, что Вашингтон там просто сейчас такая, значит, ажиотаж, но есть разница, я не хочу как бы утомлять ваших зрителей цифрами, но есть Конгресс 117-го созыва, и есть Конгресс 118-го созыва, их на два года избирают, и вот получается, что вот 117-й, который сейчас закончил работу, это Конгресс, который выделил невероятное количество помощи Украине финансово по историческим стандартам того, что Соединенные Штаты сделали. В общем-то, практически вся помощь, которую получила и Украина с момента войны, это Конгресс 117-го созыва. Что ожидают в 118-м, и как раз, так сказать, и это, чтобы закончить, наверное, 117-й Конгресс только что сейчас одобрил 45 миллиардов, ну, Сенат одобрил, значит, ожидается, что Конгресс тоже одобрит. Нижняя палата, ну, палата представителей, они не нижние, не верхние, они просто разные, поэтому я как бы сбиваюсь, но палата представителей, они проголосуют, скорее всего, за варианты Сената, и тогда Украина получит еще 45 миллиардов долларов. Это было бы очень мощно, если бы это было 45 миллиардов долларов в месяц. Но это 45 миллиардов долларов, скорее всего, на год, до следующего бюджета. И это еще, это говорит о том, что вот и Зеленский приезжает выступать перед 117-м Конгрессом. А 118-й, это будет слегка другое существо, потому что демократия, и на демократии у нас перерезали округа так, что республиканцы теперь получили большинство, минимальное, но большинство в палате представителей, и они будут контролировать повестку очень мощно. Ну, просто они могут застопорить и тормозить очень много хороших вещей, что я уверен, они будут делать настолько, насколько они это могут, поскольку они решили, что это эффективная избирательная стратегия для них. Вначале они тормозят все, что хотят делать демократы, а потом являют, что демократы не справились, потому что не смогли побороть республиканцев. Так что вот такие вещи я вижу как бы в Соединенных Штатах. Но это 118-й. Кто знает, что произойдет? Они сами не могут сейчас разобраться, кто у них будет главой, спикером, лидером большинства республиканской партии в палате представителей. То ли это будет Кевин Маккарти, то ли это будет Стив Скалиси, то ли это еще будет какая-то темная лошадка, которую мы сейчас не знаем, как преемник Путина. Непонятно, республиканская партия, там такой слегка разброд сейчас, потому что у них Дональд Трамп, который очень мутит воду. Но это вот, завершая с Вашингтоном, посмотреть все-таки, что можно ожидать Украине от такого визита. Я думаю, что Украина должна ожидать победу, потому что мы все верим в победу Украины, и Россия помогла нам понять, насколько... Даже те, кто думали, что, ну, знаете, у России столько войск, ну, как же, ну, может быть, не три дня, но три недели, но они уж точно... Нет, эти люди тоже оказались неправы, потому что пропаганда, которую им вливали в уши по поводу качества российских войск, сработала. Но она, видимо, в какой-то момент люди видят, что уже не три дня, не три недели, не три месяца, знаете, как по Пушкину, по русскому сказку. Триста дней. Да, так что триста дней, спасибо. Так что и все еще Украина, ну, продолжает не сдаваться. Вот, так что я думаю, что надо верить в победу Украины и ожидать, что Соединенные Штаты, с одной стороны, не хотят, чтобы мы оказались напрямую в войне с Россией. Это не входит в наши планы, потому что мы ядерная держава, они ядерная держава, и хотя Владимиру Путину кажется, что он уже воюет с НАТО. И в Украине, я уверен, такое ощущение, что США не слишком далеко, учитывая, какое участие мы принимаем, могли бы еще больше вступиться. Но мы действительно не хотим ядерной войны с Россией. Мы не хотим... Это безвыигрышный вариант. С другой стороны, мы видим, что Владимир Путин все меньше и меньше в состоянии контролировать повестку дня. Он может гадить, он может усложнить людям жизнь, но мы все меньше и меньше нервничаем о том, что он сделает, если вот сейчас мы предоставляем Украине патриоты. Это система, которой немыслимо было представить, что она окажется в Украине год назад. Ну, немыслимо. А сейчас, благодаря тому, что сделала Украина, благодаря тому, что сделала американский и президент, и Конгресс, и благодаря тому, как ужасно повел себя во всех отношениях Владимир Путин, мы видим, что уже такое мощное оружие обсуждается уже не с точки зрения эскалации, потому что мы видим, что эскалация уж точно тут пока что принадлежит Владимиру Путину. Он все время поднимает ставки, это его как бы ответ, потому что он не может согласиться на капитуляцию. Но благодаря всем этим фактам мы сейчас говорим о том, что вопрос в том, знаете, сколько нужно обучать людей, чтобы они могли использовать патриот, систему и все это оборудование, и направляющий центр, который приходит с этой установкой. И кто будет это чинить, кто будет это поддерживать, кто будет это ремонтировать. И этих людей всех нужно научить. И вот тут у нас главное разногласие, потому что американцы заявляют, что нужно на некоторых системах больше года учиться. А я уверен, украинцы готовы выучить это за три дня. Поэтому вопрос тут просто, с моей точки зрения, в сертификации. Если люди показывают, что они знают, они могут получить сертификацию, как оборудовать патриотам, с Богом, вперед, тогда используйте. Но, с другой стороны, я не ожидаю, что будет пресс-релиз, на котором будет такое, значит, перерезание ленточки. Первый патриот поставлен в Украину. Нет, об этом мы услышим, когда разбомбят российские ракеты и так далее. Но мы, кстати, видим, что благодаря патриотам это будет еще продолжать отталкивать Россию назад, потому что им нужно будет все дальше и дальше отходить, чтобы запускать ракеты. То есть русские продолжают отступать. Да, действительно. Я вот в контексте еще этого визита президента Владимира Зеленского в Америку хотела с вами поговорить и обсудить следующее заявление представителя Госдепа США Джона Кирби. Он сказал, что Джозеф Байден пригласил Зеленского в Вашингтон на этой неделю в связи с тем, что, по мнению Белого дома, война вступила в новую фазу. И вот тут вопрос, каким образом сейчас действительно и чем конкретно, например, Америка может помочь Украине победить и пройти эту новую фазу войны. Про патриотцы уже услышали. Издание «Политику» предполагает, что Украина будет просить системы «Грей Игл» и «Атакамсы». Как вы думаете, насколько личный визит президента Зеленского может повлиять на какие-то еще более решительные шаги американской власти? Во-первых, я хочу уточнить. Вы сказали, что Джон Кирби представляет Госдепартамент. Он, кажется, не Госдепартамент представляет, поскольку он раньше работал, был споксперсен с Пентагона, а потом стал как бы координатором коммуникации, кажется. Но, тем не менее, вы знаете, тут даже вопрос не в том, какое оружие будет поставлено. Хотя, ну это такой, понимаете, это русский подход. Когда в Украине скорбят по людям, а в России скорбят по потерянному оборудованию. В конце концов, люди управляют оборудованием. И мало того, что мы предоставим Украине теперь нашу, ну, патриот, это одно из самых мощных оружий в нашем арсенале. Но мы сейчас переходим как бы в образовательный бизнес. И мы теперь будем образовывать большое количество украинских бойцов, как управлять разными системами оружия. И как, так сказать, мы сейчас, вот эта новая фаза войны, мне кажется, конфликта, во-первых, она построена на результатах предыдущих. И мы оказались не просто так, потому что мы так, ну, а теперь, значит, следующее. А потому что произошло до этого. И до этого привело нас к такому состоянию, что мы сейчас готовы образовывать ВСУ-ЗСУ и практически трансформировать в результате украинскую армию в армию НАТО. Потому что это будут люди, которые будут знать и иметь вооружение, которое имеет НАТО. Это будут просто не члены НАТО, это будут украинские ВСУ. Но на поле боя я подозреваю, что разница будет малозаметна с российской стороны. Так что эта фаза я вижу как более сильное, более мощное оружие, которое передается как результат действий и Владимира Путина, и Украины за последние 300 дней. А также это будет на более большом уровне. Мы будем образовывать не такое-то количество людей, а мы будем образовывать людей в более больших количествах. Плюс мы еще говорим о передаче F-15, F-16. То есть самолеты есть чему получить. Так что такая образовательная система, мне кажется, сейчас открывается в будущем. Да, самолеты-истребители F-16 очень ждем. И надеемся, что они также поступят в рамках какого-то из пакетов помощи. Также, что планируют обсудить президенты из того, что известно сейчас в публичном доступе, о чем говорят, значит, будут обсуждать условия справедливого мира, разные сценарии мира. Вот как, по-вашему, о чем это говорит и о чем конкретно могут говорить президенты? Потому что очень много, на самом деле, размышлений сейчас от политологов, от разных экспертов, что сейчас тихо, незаметно пытаются склонить, возможно, Украину к переговорам с Россией. Как вы думаете, выгодно ли Америке президенту Джозефу Байдену сейчас склонять к переговорам президента Зеленского? Президент Байден сказал опять и опять, что мы не будем ничего обсуждать об Украине без Украины. Это во-первых. Поэтому, когда люди начинают придумывать секретные договорники, я просто как бы отключаюсь, потому что это не источник, это не информация. Если бы это было вообще секретно, мы бы об этом не знали. Так что то, что президенту Байдену выгодно, выгодно, чтобы Украина выставила как демократическое государство и показала Китаю и Ирану и всем остальным диктаторам, что это не выигрышный вариант. Нам сейчас намного проще уничтожить Россию в Украине, чем потом еще бодаться с Китаем и кем-то еще, потому что Россия, по крайней мере, слабая страна, большая, населенная, видимо, не очень разумными людьми, но это менее дешевый проект, чем воевать с Китаем. Поэтому с нашей точки зрения можно всегда придумать конспирологию о том, как мы решили затащить несчастную Россию в Украину и там ее замочить, чтобы потом не нужно было бить Китай. Если людям это нравится, я как бы... Ну, не хотите интересоваться фактами, не интересуйтесь. Но Владимир Путин напал на Украину, и Соединенные Штаты и весь цивилизованный мир помогают Украине выстоять и доказать, что менять границы силой нельзя. Это означает, что России придется вернуться к границам 91-го года. Это означает, ну, в общем, все, что это включает. Поэтому не нужно обсуждать. Я уверен, ваша публика знает это по пунктам. Но вы думаете, Владимир Путин в состоянии это сделать? Я так не думаю. Я думаю, что Владимир Путин, для него пойти на такую мощную... Понимаете, для меня, для вас, для наших зрителей, для экспертов, легко представить, что есть правильное решение, есть неправильное решение. И если вы копаете яму, то первое, что нужно сделать, нужно остановить, копать яму, чтобы из нее выбраться, а не продолжать ее копать, пока вы, видимо, до Китая опять доберетесь. Поэтому вопрос, значит, кто будет подписывать эту капитуляцию? Потому что ее будут подписывать, потому что Россия проигрывает. И это будет подписано после Путина. Значит, в России должны произойти определенные фундаментальные изменения, которые могут в России произойти в любой день, потому что там не нужно выборов, там нужна табакерка. Поэтому это может решиться одночасно, одномоментно. И тогда можно будет поговорить о том, чтобы сесть за стол переговоров. Потому что с моей точки зрения, я не знаю, я уверен, что, конечно, опять же, всегда было бы приятно, если бы Джо Байден встретился с Владимиром Путиным один на один, дал ему в глаз. Тот, значит, они выходят, Владимир Путин весь в таких... Такой кровавый эмиссивый, потому что Джо Байден его просто... Ну, этого не произойдет. Надо понимать, что есть определенные вещи, которые, так сказать, важны. Например, то, что российская пропаганда всегда будет рассказывать о том, что они победили. Ну, это я просто как бы... Ну, хорошо, рассказывайте своим прозомбированным оркам, что вы победили. Это неважно. Если вы платите компенсацию, если вы отдали все территории, если вы разваливаетесь на разные части, как страна, и при этом из Москвы, из Останкина вам вещают о том, какие вы великие. Ну, это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока электричество не перестанет поступать в Останкино. Как говорит Юрий Фиштинский, два самых... Две самых больших угрозы России исходят от Лубянки и из Останкино. Поэтому там, в общем, надо тоже разбираться. А то, что переговоры... Все войны заканчиваются переговорами. А как они называются, если это победные переговоры или капитуляция, капитуляция, слегка зависит от личной перспективы. Вопрос в том, что в этом документе. Я ожидаю, что в этом документе будет отступление России на границе 1991 года. И вопрос идет о репарациях. И, естественно, можно забрать просто российские сотни миллиардов долларов, которые заморожены за границей. Вот большая часть репарации. Так что, возможно, для этого это будет часть капитуляции России. Но, понимаете, все-таки хотелось бы, чтобы война закончилась. Хотелось бы, чтобы она закончилась. Она должна закончиться победой Украины. Но хотелось, чтобы она еще побыстрее закончилась. Потому что Владимир Путин в своем бункере потерял связь с реальностью. А люди в России, видимо, никогда этой связи с реальностью... Ну, они не решались ее иметь. Поэтому я видел сначала, что это не остановится, пока Владимир Путин не протащит всю страну через эту мясорубку. Что он сейчас и активно делает. Просто заталкивая все эти остатки того, что осталось от России. Если кто-то еще не видел последний эпизод Масяни, рекомендую. Просто очень интересно, как всегда. И вот просто опустевшая страна. Так что есть, как бы, чего им бояться. Но Владимир Путин не в состоянии. Понимаете, он, ну, в силу ряда причин, он не в состоянии взять и съехать с этой дороги. Это означает, что, значит, это будет делать следующий после него, кто придет, и, скорее всего, временно и ненадолго, но подпишет этот мир с Украиной. В силу ряда причин, вы сказали, Путин не может этого сделать. В силу личного характера или какие еще могут быть причины? Вы знаете, тут уже просто, мне кажется, самым главным фактором то, что он авторитарный диктатор, которому 22 года объясняли, какой он гениальный. Это означает, что все держится на его личной силе. Вот эта вся Акела промахнулся. Он не может им сказать, да, я промахнулся. Это раз. Он не может сказать, что я ошибся, потому что они... Ну, они все равно ему скажут, ты гениален, не волнуйся. Но, видимо, понимаете, Россия живет... Вот когда президент Байден говорит, что мы наблюдаем конфликт между авторитарными странами и демократическими странами, я это вижу на уровне более фундаментальном. Мы орудуем... У нас конфликт между странами, сообществами, которые верят в этику... как бы в этику силой и в этику правильного поведения, в этику добра. Потому что есть люди, которые стараются... Вот в Соединенных Штатах, как нас всех учат, так сказать, я пропустил этот момент, в воскресной школе в церкви, что нужно быть хорошим, нужно стараться помогать людям, нужно... Этикс о верчу. Да, что нужно быть хорошим человеком. Это важно. Это важно. Не важно, если есть рай, не важно, если ты не можешь спать ночью, но это важно. И мы видим, что в демократических странах это, в общем-то, главная этика, что нужно себя правильно вести. Мы общество, в котором мы все живем. А Россия находится в сфере этики силы, где делаешь то, что ты можешь. Если ты можешь это сделать, значит, ты это можешь делать. А закон, незакон, что правильно, неправильно, это не то, чтобы вторично, этого просто нет. Это используется для лицемерия, в крайнем случае, или объясняется как лицемерие, когда другие об этом говорят. И поэтому очень важно, чтобы вот это путинское мышление, которое все о силе, потому что он существует из КГБ, чтобы вот это мировоззрение не распространилось, потому что он бацилла заразы, которые... он как бы выражает вот это, если я, у меня есть силы, то я могу делать все, что хочу. Надо опять же показать, что это проигрышный вариант, что нужно стараться делать правильные вещи. Абсолютно вас поддерживаю. Расскажите еще об одной инициативе, которую, вероятнее всего, скоро утвердят в Конгрессе США. По крайней мере, об этом сейчас говорят средства массовой информации о том, что признавать Россию государством-спонсором терроризма не будет Америка, но они, значит, депутаты, зарабатывают альтернативу. Альтернатива — это, значит, просто признают страной агрессором. Есть ли у вас понимание, что это значит и каким образом это может повлиять на Российскую Федерацию? Приятно повесить лейбл-этикетку на страну, что она страна-агрессор, особенно когда она этого очень заслуживает. И то, что Россия заслуживает такую этикетку и название, даже не нужно его официально весь наклеивать, понимаете? Определенно, так сказать, не нужно на испражнение наклеивать, наклеивая наклейку, что это испражнение, и так всем этот запах идет. Поэтому в этом смысле я думаю, что значит, есть какая-то логика. Конечно, можно всегда придумать какую-нибудь замечательную конспирологическую теорию, придумать себе, почему госдеп там строит козни, я не знаю, что угодно. Но гораздо практичнее и продуктивнее понимать, что там работают профессионалы, потому что часть этики хорошего... Надо вспомнить. Этика в ворчу, да. Что это надо правильно перевести на русский язык. Так что продолжаем. Этика хороших дел. Давайте так. Что этика хороших дел заставляет, что в институтах государства должны работать не люди, которые лояльные власти или лояльные начальнику, а люди, которые хорошо выполняют свою работу. Значит, выполняют свою работу, означает, что они знают закон, они знают политику, они понимают, что как бы... Ну, они предлагают какую-то логику. И логика, которую мы слышим наиболее часто по поводу, почему до сих пор не объявили Россию официально той или иной страной-изгоем, это потому, что нам это нужно как еще дополнительный маленький рычажок, а возможно, видимо, достаточно эффективный рычажок с точки зрения Госдепа, поскольку они отказываются отказаться, простите за тавтологию, от этой кнопки, как бы нажать, и вот еще, и теперь вы еще страна-изгоя официально. Это связанная с нашими заложниками. Наши заложники в российских тюрьмах Бритни Грайнер, наконец, выпустили, при этом обменяв баскетболистку на торговца смертью. Это просто настолько четко говорит и о этике силы, и вообще о том, что происходит в России, когда вот что они считают сопоставимыми людьми для обмена. Но при этом они не обменяли всех, продолжает находиться в заключении в России Пол Уиллан. Он и за него борется, но при этом даже его брат сказал, что нужно было, что президент сделал правильное решение. Так что тут как бы, опять же, можно строить козни президенту и спорить, что он не за того торговался, я имею в виду президента Байдена. Но в конце концов, это как нам, я слышал от наших аналитиков, что это одна из главных причин, почему до сих пор не объявили Россию государством спонсором терроризма. Так что посмотрим. Я думаю, что чем интересно будет увидеть, если когда Пол Уиллан будет освобожден, во-первых, на кого его обменяют, может быть, на Дональда Трампа, а во-вторых, так сказать, после этого, может быть, Россия официально объявит страной спонсором терроризма. Да, просто интересно, что к этому решению пока не приходят к обвинению и объявлению России страной спонсором терроризма, а вместо этого придумали, значит, новый термин, новое звание, так сказать, просто страна-агрессор, да, кажется, так это звучит, страна-агрессор, да, и этот термин будет применяться впервые, вот мне просто интересно, что это может значить. Знаете, надо будет разобраться, потому что, если это просто этикетка, которая делается для нашего морального удовлетворения, то это говорит о том, насколько нам такие этикетки важны, видимо. А если это делается с последствиями, потому что всегда есть какие-то административные регуляции, которые нужно теперь следовать, потому что мы объявили, что это вот такое, значит, с этой терминологией идут какие-то правила. Будем разбираться. Наказать Россию больше, чем она сейчас уже наказана, казалось бы, сложно, но вот опять новые санкции вышли против очередного олигарха, забрали у него яхту, нирвана, я не помню, как звали олигарха, но яхту я запомнил. Так что, как бы, страдания и проблемы Путина от этого, как бы, не настолько ухудшатся, чтобы он перестал вести войну, к сожалению. Я сомневаюсь, что вот такое обозначение, такая этикетка остановит войну. Вот это главное, что меня бы очень удовлетворило в данной ситуации. И как произвести на Владимира Путина впечатление, я уже сказал, что это невозможно, поскольку он в состоянии это, так сказать, переварить. Поэтому страна-агрессор, страна-спонсор терроризма, Россия. Грязная бомба, можно было бы назвать так, грязная бомба. Все равно, так сказать, мы с вами понимаем, с чем идет дело, и Запад все лучше и лучше понимает, что такое Россия. Мне нравится, когда у меня на разных видео, на моем канале люди пишут, наконец Запад понял, наконец Запад увидел. С одной стороны, не обязательно. Широкие массы поняли, специалисты всегда знали, но теперь широкие массы поняли, что с Россией и с Владимиром Путиным нельзя ни за стол садиться, ни за стол переговоров, ничего с ним нельзя делать, поэтому в этом смысле Россия проиграла еще и в долгую, потому что это, опять же, что как бы этика силы отвергает вообще думать в долгую, думаешь только сейчас. Мордобой, так сказать, кроме Мордобоя никаких чудес, но у России будут большие проблемы, потому что, когда закончится война, Украина будет отстраиваться с невероятной скоростью, энергией, энтузиазмом, потому что вот та встреча, которую сейчас визит, которую проводит Зеленский, это еще же, я уверен, он встретится с нашими там как бы миллиардерами, бизнесменами и так далее и поговорить с ними о том, как будет восстанавливаться Украина после окончания войны, потому что, ну, они, так сказать, как бы источник финансирования, мы уже с вами определили, российские деньги, значит, нужно будет строить, восстанавливать, и это, это то будущее, которое я вижу для Украины, а для России, война под санкциями еще будет очень долго, из этой страны еще очень долго будут бежать люди, почему, там уже, в общем, говорят уже, я, у меня было такое ощущение, как бы такое, что к Новому году, к Рождеству в России ведут смертную казнь, и я думаю, что я не слишком ошибаюсь, я могу ошибаться там, я не знаю, все-таки у меня было такое предчувствие, что к этому все идет, но я вижу, что это становится все более большой реальностью, потому что, когда Владимир Путин заявляет, что нужно искать предателей, ну, вот вам и 37-й год, добро пожаловать, приехали, так что Россия и Украина сейчас движутся в абсолютно разные стороны, просто сейчас эти два поезда как бы проходят друг мимо друга, но они движутся в абсолютно разных направлениях. Да, это абсолютно так. Юрий, я благодарна вам за это интервью, спасибо огромное за то, что нашли возможность подключиться и рассказать нам свое видение того, что происходит. Спасибо. Спасибо вам и слава Украине. Героям слава. Друзья, это был Юрий Рашкин, американский политический деятель. Я же на этом дякую всем нашим глядачам, спасибо за то, что вы с нами и в которое закликаю вас поставить подобайку этому видео, прокомментовать его, и, конечно, подписаться на YouTube канал Фабрика Новин. И еще у нас есть новая опция. На главной странице YouTube каналу Фабрика Новин есть вкладка спонсорства. Там вы можете для себя отримать много бонусов и тем самым помогать и поддерживать команду Фабрики Новин, за что мы будем вам очень благодарны. Спасибо за то, что вы с нами. Фабрика Новин Фабрика Новин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова